В результате от обстрела в Донецке снаряд попал в здание больницы. Есть погибшие и раненые. Между тем ОБСЕ призывает к трехдневному гуманитарному перемирию в Дебальцево, где идут ожесточенные бои. Это необходимо для того, чтобы эвакуировать мирных жителей из города и его окрестностей. Жилые кварталы Луганска были обстрелены кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Специалисты ОБСЕ провели инспекцию обстрелянных 27 января районов и сделали вывод, что повреждения на зданиях и воронки во дворах образовались от взрывов ракет СМЕРЧ. НАТО обвинило Россию в поставках сепаратистам на востоке Украины тяжелого вооружения, ракет класса «Земля-воздух» и танков. Генсек НАТО Йенс Толтенберг планирует обсудить ситуацию на Украине с главой МИД России Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 6 по 8 февраля. Власти Иордании казнили иракскую террористку, а также еще одного заключенного в ответ на убийство иорданского заложника джихадистской группировкой «Исламское государство». Иорданский военный летчик был сожжен заживо. На Тайване произошла авиакатастрофа. Самолет при взлете задел эстакаду и упал в реку. На борту лайнера находились 58 человек. По меньшей мере, 23 из них погибли. Власти Турции намерены субсидировать российские авиакомпании и выдавать льготные кредиты туроператорам. Таким образом, Турция надеется сохранить поток туристов из России и стран СНГ, несмотря на экономический кризис.